доброе утро из кутаиси третий город грузии 3 по величине по численности населения дождь правда идет сегодня пасмурно и мы уезжаем в принципе хотелось бы еще пару дней здесь провести но так как погода испортилась это бы не имело смысла особого да разве что где-то а это бассейн внизу кстати да внизу бассейн он сейчас скрытый летом я так понимаю он открытый можно идти купаться но нам некуда такой шикарный вид мы сейчас находимся на окраине сейчас пойдем с сашей позавтракаем ну и поедем поедем на рынок да у нас еще пару часов до вылета будет можем себе позволить чуть-чуть посмотреть на город кутаиси так горяченько есть грибочки овощи грибочки но с утра тяжело грибочки нет ты грел вечером тяжело теперь тебе уже и утром их тяжело сосиска и тоже омлет вот я возьму вот этот таблет сосиску и овощи мой кстати смотри соуса их тут вот этот красненький попробовать зеленый нам не зашел он кислинки немножечко этот не будет вот тут салатика саж большой выбор а я чё-то уже овощей набрала смотри творог даже есть мари саш чурчхелла чем набирать да смотри что еще саш есть семена че вот это надо взять и сюда вот какой-то забросить в общем разный сыр и колбас это отдельно подойдет яйца вареные есть не знаю теперь надо что-то взять на приятного значит аппетита я уже начала соус хочу этот раз пробовать лучше но он тоже немножко с кислинкой саж попробуйте местный помнишь помнишь мои зеленые пробовали это красный такой же он по-моему из слив или чего-то такого все приятного аппетита кушаем нужно понять это все мы вышли стоит еще такая же машина как у нас уже уехала да вы вчера приехали нас точь-в-точь такая машина вот как у нас стояла еще вот здесь и даже номер такой же только цифры другие буквы все тоже того же значит человека брали едем на рынок у нас там еще лепешки машины надо бы мусор где-то из машины выбросить не здесь мусорников я не вижу а вон мусорники саш лепешки вчерашнюю вот это соленая ты будешь такой без мяса к сожалению без сыра стоит нету она это что еще у тебя есть не будет вот тебе бездомные даст газа ищет мясо нету есть изюм изюм ешь да по приколу будет ну оставь все равно можешь съесть какая-то другая все зажират сладенькая у вас вадик будет давай ты знаешь в тбилиси вы тут не такие разбалованные тут вообще хлеб да не возит на 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 давай неси кушать не знаю друга нам отнеси что ли мясо нету знаешь джек тбилисский бой батумский бы съел но тоже не факт воржом я видела тоже собаки не ели хлеб конечно не стоит мучное есть так-то я думал что очень голодный молодец ну подумай об этом подумай да вот так вот пожалуйста в боржом и тоже наблюдали картину батон нарезанный кто-то выбросил вот так вот на землю и собаки нюхали нюхали не стали есть одна взяла и побежала закопала куда-то видно на на крайняк себе на потом если вдруг но мы не видели худых дождь бездомных собак они все упитанные видимо их кормят то что остатки в ресторанах остаются все собакам отдают тоже хорошо безотходный материал все такие нормальные отель неплохой да дорога вот смотрите подъезд почему отель ничего не сделал для этого хотя тут видишь дорогу не только для отеля там еще какая-то стройка база какая-то еще и не могут она решить кто за что отвечает мой на погоду конечно вот вот если такая была конечно еще у нас было впечатление было другое но мы были настроены на такую поэтому брали там вот эти все приспособления потому что то больно приедем и вот такая что мы будем делать не в номере же сидеть ходили бы под дождем ох как нас качает вел навигация куда нам сейчас направо-налево направо а здесь нельзя больше никуда поверните направо спасибо женщина в общем 10 минут до рынка и здесь ты найдешь наверно ту самую советную что что ты ищешь везде я уже ничего не ищу уже не ищешь чертпела вот ни одна тебе не понравилась из тех что ты брал да ты уже знаешь если бы я не пробовала до этого на ВДНХ я бы не сравнила бы и мне казалось бы так надо что это хорошо а когда уже есть чем сравнить вот это вот что мы последний взяли она даже не эластичная да она вот лежала в пакете где-то там примялась и отломалась не знаю не то ты видал как он полетел в городе я еду я еду почти 60 ты видал как он меня обогнал со свистом сотку наверно поехал это в городе я не спешу потому что я не хочу я сейчас спокойно вообще поел я сейчас на расслабоне на рынок еду у меня все кайф мне не хочу я никуда не спешу они там да работают наверное а у них же правильно воскресенье 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 у них же все равно рабочий день а мы привыкли что воскресенье а почему рабочий день кто-то работает где-то может так ну магазины же работают какое-то обслуживание вот церковь смотрите какая старая да надо машину сполоснуть где-то чуть-чуть перед сдачей в условиях стояла что машина не должна быть грязной ну в плане того что грязная такой чтобы они могли все потертости видеть хотя я думаю никто смотреть не будет потому что у нас в принципе полная страховка думаю что он так визуально посмотрит не оторвал ничего нигде и все и окей ну возможность оторвать у нас была конечно ну это если бы ты ехал с каким-нибудь болваном то да так как у тебя муж специалист профессиональный шопер у всех бывает даже у специалистов бывает но вероятностей меньше машина вообще экономная да мы только два раза заправили а еще раз надо будет заправить два раза мы заправили по 50 это значит мы 35 евро за все время только туда влили за все время за 4 дня да да это может к самому центру будем подъезжать рынок в центре или не совсем сейчас скажу мне кажется не совсем не он на окраине чуть-чуть ну мы едем сейчас по сути через центр ну еще левее есть центр у них основная достопримечательность какая-то это такой фонтан золотой посередине как кольцевой увидим не увидим не мы сейчас чуть-чуть стороной но недалеко очень близко к центру по сути такой есть город так можем прокатиться на машине через жилые районы гулять не будем в такую погоду но проехать сможем смотри смотри Саш на это здание ну а что мы сейчас уже приехали в Крым там фигуры видишь какие ах ты не увидел нет не видел какие там были фигуры фигура первая ну статуи там были на здании много о выезжает может если оставим давай да нам повезло а я кстати кто в грузе езжает расскажите как вы парковки покупаете потому что я не видел ни одного парковочного автомата и талончиков за стеклом тоже наверное все через интернет приложение телефон да просто у нас нет положения мы не в курсе при всем желании оплатить у нас не получается нам когда брали машину в аренду предлагали тоже оплатить сразу все парковки что есть такая возможность взять ну парковку в общем по всей грузии нам сказали что это действует везде кроме каких-то там начал перечислять пунктов а мы вообще не представляли где мы будем по сути нам и не надо было да вот мы где возле отеля все время ставили машину бесплатно и гуляли ну если нам выпишут штраф нас просто удержат со 100 долларов наших которые мы залог дали ну и все да считай заплатили а ну-ка Сусанин веди нас герой туда рюкзак брать да здесь вот сумку вот так оставить да там компьютера да дайсон вот багажник окна запотели может ничего не знаю вот кто-то расскажите в грузии в грузии опасно оставлять вещи вот так на видном месте либо здесь может быть не орудуют ну ладно давай в багажник положим умеешь уговорить только вот я не чувствую разницу там тоже самое степло даже еще лучше видно ладно пошли так какой-то модный магазин закрыт кстати сегодня воскресенье ой сегодня вечером мы уже будем дома детей обнимем что ты у меня с горлом булочку булочку с кексиком сейчас идем прямо через дорогу там ангар это вы видите ангар в этом ангаре рынок с оленями в оленями с оленями в оленями и фруктами и овощами да ой что тут где-то звук такой громкий что-то тут лежать нет давай пешеходным переходом пойдем быстро побежали Саша ой не могу ну иду за Сашу держусь Саше не страшно я знаю что он если что разрубит пойдем выше мне кажется выше думаешь выше? мне кажется здесь уже вот внизу Саша ну пойдем ладно давай судя по тележке наверно смешка это от коляски ось проходи заходи заходим на рынок одежда фрукты да? вам что надо? яблочки маленькие хорошо выглядят ну мы не будем же сейчас брать уже Саша у нас есть два яблока там хватит еще те яблока вот был бы у нас багаж можно чачу попробовать? иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда просто чуть-чуть попробовать конечно чуть-чуть я первый раз буду пить чачу я не пробовал на что это походит? это вино? это водка наверное водка на винограде да? виноградный самогонка очень виноградная как раки? да это самогонка виноградная домашняя да очень хорошая и сколько стоит такая? литр 10 лари литр 10 лари получается 3 евро да? крепкая прям ух да? очень хорошая хорошо? не не спасибо не для меня слишком овощи, фрукты яблочки хозяйственный отдел ой Саша тут огромный рынок сегодня правда не все открыто ой тут много всего овощи вон там чурчела пойдем посмотрим у тебя там рюкзак все тяжелеет тяжелеет еще есть место да? ой какие помидоры красивые ой а сыр мы не можем провести Саш? отберут так отберут да? зелень просто это же не из Евросоюза правила воза какие все домашние пусть рикхи маленькие ну это местные скорее всего ну да наверное как тошка хорошая у нас вот такую продавали ну в Нидерландах есть она я думаю и по вкусу другая здесь ну да видишь шкурма как сильно отличается это вот мелкая это вот большая да вот Саш начинается чурчела смотри здесь красивее действительно блестящая учитывая что там подсветка еще да ну да и подсветка хорошая сделана тут суриков много смотри вот видишь здесь без подсветки но все равно смотри она помытая может быть нет она намазанная не может быть помытая я бы себе способна потому что туристы спасибо они здесь намывают потому что туристы не хотят брать наверное приносит сахар ой какое мясо а это муками что это а это другой орех какой-то да? это фундук а что значит запольско-грузинско? запольско-грузинско? ага тут больше выбор смотри это персиковый это персик абрикосы гранат вишневый мексик это гранат? это гранат вот видишь здесь больше выбор а это вишня да? вишня да? да? а персик нам не очень там сладкий показался да? возьми уже взяли возьми может быть вишневый и гранат да? и гранат берешь? я не разбираю специи и сванскую соль по вашему совету тоже возьму а тут еще чабрец есть паприка берем сразу два да? хмели-сунели да? да семки саш на развес есть что еще тут есть? много чего а это семена уже видишь семки чищенные орехи какая у них редиска большая я все время смотрю это же редиска это редиска, да? похоже это редиска? или как это называется? офигеть я все смотрю и удивляюсь насколько она огромная соленья-жаленья мясо а здесь тоже специи здесь тоже специи мясо смотри тебя тоже кормят здесь, да? да наверно это перепадет, наверное вот куры, про которые я говорила видите, как они лапками кверху лежат везде так интересно да, да, да упакованные тоже видишь, как у нас есть а сегодня килограмм мяса стоит там просто интересно шейка добытся да ладно тебе купаты 17 лари килограмм тот кусок, что Саша показывал вон кур с головой тут тоже черчелла тут большой рынок ооо, он еще и вон туда идет ничего себе вон баклажаны баклажаны другие вытянутые, да, такие немножечко все красивые все красивое такой маленький вот такой салат да, очень красивый да, очень красивый смотрите, видите везде вот такой бы нам на салат да спасибо, спасибо чай не хотите грузовистый чай чай не раз а сейчас да рынок очень красивый тут все есть все такое аппетитное а здесь мы уже проходили да там сало было мяско копченое такое аппетитное а мы с собой взяли вот теплые хачапури двух видов самолет если нас пропустят, конечно я думаю, да, что такого в самолете скушаем чай закажем чем их еду там местную брать уж лучше так сыра очень хотелось бы взять но мне кажется, что нельзя я не изучала этот вопрос потому что он не вакуум упакованный а такой, знаете, продается и плюс мы же в еврозону заезжать будем поэтому приходится себя немного ограничить вино, смотрите, прям пяти литровыми бочонками так, затарились мы не сильно ну, потому что у нас возможности ограничены и вроде все распихали ничего, все распихали я трюкзак уже одеть даже не смогу больше да, в рамку он, конечно, не войдет но, надеюсь, не заставит пихать просто ну, хотела всем какие-то сладости привезти мамам попробовать вот эту пастилу черчелла, да купила сванскую соль по вашей рекомендации меня попросили один из вас, да попросил купить у меня аджику сухую и хмели сунели я взяла по небольшому пакетику а ты хмели сунели 2 взяла пакета? да и адрес мне пришлите, пожалуйста либо в инстаграм либо на e-mail, который под видео указан я вам вышлю, когда будем нет, ну это в виде исключения да, не надо сейчас каждый раз написать, чтобы мы покупали да, мы бы, конечно, с удовольствием просто видеть у нас мы не отвезем стульки размеры нашего багажа особенно в этот раз сильно ограничены как-то мы не планировали сильно ничего везти да ничего такого не везем чисто вот чисто вот попробовать в центре города есть парк какой-то какую дождь идет но мы гулять не пойдем уже парк не пойдешь гулять я предлагаю сделать парк с фонтаном ты в фонтан говорил какой-то? вот парк ну там не парк там просто как-то на центральной площади саша находится парк Глори я предлагаю просто сделать по центру круг на машине просто для себя составить эту картинку города немножечко стадион и через город ехать, да, куда-то ну просто прокатимся я не знаю, Саша хочет мойку еще найти и сполоснуть машину но она так неплохо полощится под этим дождем стоит ли? нет, чуть-чуть только слушай, ну у нас есть тряпки, наши полотенца ты можешь просто тряпкой протереть жалко мы сегодня еще думали их выбросить потом решили, ладно раз они помещаются хай лежат мойка самообслуживание давай заедем где-нибудь сейчас мойка самообслуживание сейчас просто чуть-чуть сполоснуть под давлением хотя ну чуть-чуть красивый фонтан видите не видите точно мешает знаменитый их фонтан что он значит надо бы считать в интернете ну снимай так уж лучше да под дождем так будет лучше видно такой с размахом да кстати это самый красивый фонтан который мы видели здесь цели такого не было мы же не может просто не видели ну это наверное самый центр судя по всему движение колонны там какие-то наверное красивый город хорошая погода интересный во всяком случае односторонние нет туда в ту сторону говорил я только сполоснул сам уже пены нафигачил ну как и Саша ты прям хорошо помыл и с пеночкой да такое давление вообще офигенно это не было что нас вместе с машиной снесет я как учел у меня пистолет что-то с руки не вырвало у нас такого нет сколько стоит я не знаю лари бросаешь его сколько-то минуту-полторы ты успел за лари это все сделать? нет за три за три лари за еврик короче сначала пенкой потом два раза еще под давлением хорошо помыл я ей помыл прям что идеально тем временем я получила сообщение от визаир что вылет задерживается на полчаса надеюсь что на полчаса на этом и закончится не будет потом еще больше больше а вообще интересно что в эту сторону мы летели 4 часа в обратную почти 5 там чуть ли не ну 4 часа и 40 минут как-то так так что так что будем дочитывать свои книжечки есть хачапури если у вас не отберут их заправиться нам сейчас заправиться у нас лучше еще время есть можем куда-то заехать это вот третья заправка у нас будет последняя на 50 лари то есть 150 лари всего мы заправили за все наше путешествие это что 50 евро ну чуть-чуть там плюс-минус разницы класс да за 50 евро всю грузию объездить ну конечно не всю понятное дело мог бы поперед там блин зил стоит такой я хочу к нему снимать самосвал старый зил дождь идет это понимаешь это вымирающий динозавр и скоро не будет вот что на детей синий белый стоит самосвал старый да ладно в россию поедешь когда-нибудь увидишь скоро не будет в россии нигде скоро не будет это все скоро уйдет на металлолом и это останется в истории понимаешь это очень ладно это мое личное расцепляет немножко ну так подъезд расцепляет ну ничего я специально поеду давайте найдем где у нас обмени все думали заехать еще в торговый центр ну там он такой если честно выглядит на картинках и парковки там так на скорую не нашли просто заправились и решили поедем ну ничего чуть раньше в аэропорт потому что ну а что в такую погоду еще делать посидим там попьем чаек кофеек пообщаемся обсудим с Сашей вдвоем как нам наша поездка да я считаю что она конечно удалась аллея из пальм в Кутаиси далеко от моря покажи да это была целая аллея целая аллея была да и такие пальмы рослые красивые ты можешь заднем показать но не покажи заднем стекло целая аллея из пальм в север отель офис интересное приключение ну как мы уже говорили было бы интересно вернуться сюда с детьми но знаешь я что-то на мысли себя поймала Когда мы едем куда-то с детьми Мне кажется, классно Но вдвоем надо будет еще ехать погулять Про Россию мы так тоже говорили В принципе, про все, где мы бываем с детьми Мы говорим хорошо Но и вдвоем спокойно тоже нужно вернуться прогуляться А когда едем вдвоем, говорю, классно Но вот жалко, детей здесь нет Им бы тоже понравилось Надо обязательно их сюда привезти И так постоянно Ой, это был железнодорожный мост Ну вот у Бесси не видели, как едет поезд Ни разу Тоже какой-то торговый центр, смотри Строительный там или что Булочная Мы, конечно, еще хлеб их не попробовали Вот этот, типа лаваша, наверное, местного Я не знаю, он такой, как лепешка С вытянутыми концами Сегодня при нас покупали прям в свежие Сразу доставали Из этой печки И вот покупали Люди приходили Хотелось попробовать Но он такой огромный Вот возьмешь, куда его сейчас В общем-то, много чего не успели попробовать Попробуем в следующий раз Я загружаю последний сторис Сегодня Среди удастся в пару такие, что Они сразу показывают А, сколько будет красный гореть Время, видите? У нас такого нету Есть где-то, наверное Там, где пешеходные переходы для пешеходов Мы не будем на трассу выезжать Мы сейчас так и придем к этой парке Вы успеваете замечать, какая свалка вдоль дороги? Вот это так печально, что так засоряют место, где живут Посмотрите, просто везде Может, весной какие-нибудь службы собирают Вон корову приходит Ну вот это печально Это очень, смотрите Это прям вот так сильно бросается в глаза Вон пошла корова, да? Через дорогу Спокойненько себе Спокойненько А их кто-то домой вообще заводит потом Или всю ночь на эту послушку Просто мы вчера были поздно Мы подъезжали уже в полу А, вчера в Батуми Помните, ехали? И мы вам показывали на трассе Там коровы на этом островке паслись Мы ехали обратно И они все еще там ходили Уже темно было? Да Уже сколько? Ну, после 10 вечера это было Может, просто приходят, подавили И они дальше ходят Не знаю, как это здесь работает Ну, климат, наверное, позволяет И главное, что они привязаны Не обнесены никаким ограждением Да, просто как хотят Так и гуляют Танин сказал, что Кутаиси Самый... Ну, видно, что Самый... Даже не знаю, как сказать Ну... Не то, чтобы самый богатый город Понятно, в Батуми Мы тоже вчера видели там Крутые постройки и все Но нет вот этого резкого контраста, да? Все как-то одинаково, нормально Даже можно сравнить С какими-то нашими латвийскими городами Ну, допустим, Екопинс Тот же Танин, да Примерно... Да, он, конечно, гораздо меньше Ну, вот, можно сравнить в такую же погоду Примерно вот так же он мог бы выглядеть, да? Сколько вот мы сейчас на машине петляли Прямо вот Какой-то ужасной разрухи Мы не видели в этом городе Ну, каждый зарабатывает здесь как может Мы видели просто жилой дом Первый этаж, окно Да, интересно Причем окно такое высоко находится на нижнем этаже Это нужно прям вот быть высокому человеку И руку поднять наверх И тогда вот ты достаешь до окна И это окно было открыто Вот, смотри, цветочки продают Это окно было открыто И там обувь и ремонт Ремонт обуви Написано ремонт обуви Висят там, как замануха, сапоги, знаете Такие всякие по периметру окна И вот мужчина подошел Окно ему открыли Он там денежку протянул Ему его обувь отдали И все, вот пошел Я говорю, удобно Даже из дома выходить Не надо у тебя там офис, да? Твой И хорошо не нужно домой Незнакомых людей запускать Все через окошко Все через окошко Полиция Который знак означает, что радар впереди На скорость И радар выглядит, не знаю, как вам показать Где он Не было Белая такая камера В общем, камера на столбах Знак есть? Может, радар сняли? Он где-то есть наверняка Там стоял знак 40, потом радар Я еду сейчас 60 И меня еще посплошную обгоняют Ну, то есть Наверное, место он знает Там радар есть, нет Работает, не работает Что-то здесь есть Какие-то нюансы, которых мы просто не знаем Ну, я не лезу на рожен Я не хочу На митингон Все, прибыли в аэропорт Саш, смотри, там какая Трибуна И розетки Удобно? Да, нам спешить-то не будет Аэропорт маленький Уютный Еще двух нету Ну, Саш, подожди Нам нужно вот эту очередь отстоять Давай сначала ее отстоим И потом мы можем куда угодно Нам нужно ее отстоять Стоять у меня В документах А потом мы туда пойдем Да, там такс фили тоже что-то есть Аэропорт небольшой, но Саши, мы ее отстоим И мы должны потом Вон туда, наверное, идти Да А, вот туда Да, я говорю, туда идти Хорошо Так что я предлагаю начать с очереди Я предлагаю с туалета Ну, давай с туалета С очереди, решай Твои предложения все время такие заманчивые Вот она очередь Здесь вылет на Гамбург Здесь на Брюссель Смотрите, с Гамбурга Значит, тоже сюда можно прилететь Вам к сведению Мало ли, нас кто-то смотрит из Гамбурга И хочет таких же приключений А вот, кстати, расписание А что здесь еще летает Можно в Вильнюс Варшаву Гамбург Брюссель Вот то, что мы сейчас, да В общем, в Казахстан Что такое? Атирай Она тоже, наверное, Казахстан, да Я извиняюсь, наверное, неправильно прочла В общем-то И в Беларусь Можно отсюда улететь Зона дитефис Конечно же Тут не слишком большая Там парфюм был Алкоголь Вот, смотрите Что-то уже Из выпечки есть Ленинградское печенье Сахарное Наверное, вкусное Где-то цена написана евро Здесь, не знаю Может быть, в Ларе Тогда около 4 евро стоит Вот вафли Яшкина 10 лари Со сливочным вкусом Что тут еще интересного есть? Чи Тоже Чурчхела Кстати, она не лучше, чем на базаре Выглядит 22 лари за 3 штуки Это что, даже не знаю Чай, может быть По отдельности можно купить В общем-то Тут чаи А, вот с киви Пастила, да? Поштучно упаковано Ну, кстати 5,50 Штука стоит На рынке Гораздо дешевле У нас с Сашей Обед в аэропорту Тебе сколько? Саша Меня пытался убедить Что он еще не голодный А я его заставляю поесть Потому что нам почти 5 часов лететь Серьезно, она острая У нас вот еще 2 чипа Это мы с собой берем Вкусно? Я сама возьму Горячо еще для меня Вы видите, как расположилось удобно Здесь можно Прям Полежать Побалдеть А можно прилично посидеть Купили тут небольших сувениров еще Кстати Нашли здесь в продаже Бутылку Которую нам показывали Вот оригинальную Боржом А тут, кстати, по-русски написано сбоку тоже Видишь? Боржом Вот здесь в аэропорту Можно такую купить Она, конечно, по вкусу такая же Как и везде Но сам факт С 907 года А нет Это гран-при С 907 года А с какого года она, в принципе Надо почитать Она участвовала в каких-то, видишь В каких-то Международных 1890-го, Саш То есть через 17 лет она выиграла гран-при Международная Все, началась посадка Наш красивый самолет У нас с Сашей те же шикарные места Только в этот раз не по правую, а по левую сторону Что ж, пожелаете нам мягкой посадки А мы пойдем Пешочком, да, идем к самолёту И выходили тоже так же Ой, ветер Там горы, да? Интересные Горы красивые Но они полностью видны Там дороги, интересно, едет ли машина? Я там поездил По горам Я думаю, тебя не слышно Вон наше окошко, Саш На двери Да, на двери Первая? Да Настраиваемся на приятный полёт Места много Саша провели инструктаж Как, если что, открыть эту дверь Выбросить жену из-за того, что они стоят Смешно А потом закрыть, когда за ручку Да, плотно Чтобы не вернулась Все, вылетаем, друзья Все хорошо у нас Приземлились, идем В принципе, ни по погоде Ни по температуре Ничего сильно не поменялось, да? Да Так же мокро Так же мокро Единственное Три часа выиграли Одно и то же время можем прожить несколько раз, да? Сейчас пока контроль пройдём Сейчас же, наверное, паспорта будут проверять Ещё могут наши чаи проверят Нашу Чурчелу заберут Чурчелу, думаешь, заберут? Посмотрим Всё в порядке Проверки прошли Паспортный контроль Проверили полностью наши сумки Ну как, без пристрастия Просто открыли, показали Сколько алкоголя Спросили, есть ли мясо, сыр В общем, ничего у нас не забрали Идём к машине Вот, свечивает, да? Вы не видели, что там написано? Это называется город Ахин Мы ехали, ехали и заехали Сейчас 8 часов вечера и 20 минут В общем, в полдевятого будем дома Обнимем детей, покушаем Уже и спать будет пора Завтра на работу Сразу С корабля на бал Да, тоже хотела сказать Но Насыщенных было этих Сколько? 4 получается дня Или 5 даже Быстро пролетели Быстро пролетели, но Насыщенно, насыщенно Так прям, знаешь, как будто бы Неделю как минимум не было, нет? Утром с ней как выходили Всё время поздно в гостиницу приезжали Никогда раньше 11 не заезжали Высыпать, да? Ну, наверное, нет Это к полночу всегда, да Или позже А засыпали к двум И вот, по сути, вроде как и мини-отпуск был Но ни один день мы дольше 7 часов не спали Ну и хорошо из режима не выглядит зато сильно Получается Вставали по немецкому времени Примерно в 7 Не, подожди, каких 7 Часов 5 утра, наверное А кто соскучился? А кто соскучился по Кесеньке? Ой, не по булочке, боже мой Видите, да? Всё, все соскучились, да Ой, Кеся, Кеся Спокойно, спокойно Ой, да Ой, да Артёмка там уже Милашка, Тимурка Со всеми обнялись Молодцы Хорошо справлялись ты с бабушками, да? Да Кудрявая какая Кстати, я её так берегла, эту, что сказать, шаверму Ой, забыла, как называется, дожили Как это, Милан, называется? Хачапури Так берегла, но мы не съели Смотри, Милан, это прямо из Грузии Настоящие хачапури Можно есть Уже Уже, правда, не тёплые Артёму привезли его любимый напиток Артём очень любит тархун Вот с грушей Это с грушей А это тархун Конечно, у нас тоже можно в русском магазине купить Но этот из Грузии Так Сушёные Надавали, конечно, тебе тут сушёные Сушёные эти Ну не рви пакет Положи, чтобы они не перели там Не перели-то они Собачий корм, думаете, да? Нет, это Это хурма А у нас ещё есть в одном пакете хурма Тимур, а хочешь попробовать пастилу? Оторви кусочек себе Что это? Это пастила Кто из вас хочет? Я Попробую Я тоже По кусочку можете вот так вот взять, вот оторвать Это Это сладкое? Это делается из фруктов Это из вишни, да, по-моему? Нет, это из гранаты Это из граната Попробуйте Сушёное пюре гранатовое Что, Тимур, скажешь? Необычно Но они мои Не твои Ну, может быть, у нас вкус Ну, вкус А, пьяно Тоже кисло Так Кисло, да А другая там грушевая Она, наверное, не кислая Хочешь попробовать? Никаких видов Турчелла у меня лежит Вот грушевая Она не кислая должна быть Мы, кстати, тоже со с тобой не пробовали Нам её в подарок положили Волочка волнует Итурно пустит пастилу Будешь пробовать? Серьезно Интересно Какая вкуснее, Тимур, тебе показалась? Так Всё-таки первая Первая, да? Не попадайся на штаны Ну, подогнаюсь Ну, будешь есть Валь Так Тимуру Из Грузии Что это? Наконец-то Кошелёк Там внутри лежит Даже под замком Денежка грузинская Хотели бумажное, но, к сожалению, закончились Оказывается Один лари Это сколько? Это по нашим Сколько? Ну, центов 30-35 Так что ты сказочно богат Просто нельзя кошелёк гореть Так, и где-то у меня что-то было для Милана ещё Вон тут Да Да Ой, как красиво Ну, доставь, что это Ты знаешь, что это? По-моему, это Сейчас тяжело достается Что ты думаешь Это я сразу вижу Это такая Ой, тяжело достается Вот Расчёсочка такая красивая Это твои любимые цвета Есть А это? Как ты думаешь, что? Это Зеркальце Зеркальце Правильно Правильно Прямо знаешь, такой Ну-ка, зеркальце скажи Да всю правду доложи Волшебное зеркальце Спасибо Пожалуйста Так Это там у нас всё Что мы будем сейчас Это назвать? Черчелла 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 Вот она Кстати, не сломалась Става и привезли Ну и, конечно же, магнитик И в нашу коллекцию Добавляются Два Магнитика Тбилиси И Хинкали Хи-хи-хи-хи Хи-хи-хи Хи-хи-хи-хи 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 Во Всё, у нас теперь ещё два магнитика Красота Ай, не говори Шикардос Главное порядок Туда красиво смотрится Мне нравится Интересно, мы забьём В этом году весь И всё Вот эту дверцу Здесь нет Хи-хи-хи Как нет, Бузя Забьём А, путешествовать будем, да Так, друзья В общем, мы дома У нас всё отлично Мы собираемся идти спать А с вами прощаемся до завтра Всем пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok